Полиция оцепила административное здание в Кишиневе. Акции протеста в молдавской столице становятся все более многочисленными. Люди требуют досрочных выборов. Все более настойчиво. Сами вот посмотрите. У нас есть возможность сейчас включить прямую трансляцию происходящего в Кишиневе. Если конкретно собравшись выступать против кадровых решений президента, накануне глава государства назначил своего приближенного Павла Филиппа кандидатом на пост премьер-министра республики. Ранее парламентское большинство выдвигало на эту должность вице-председателя демократической партии. Однако Кишиневский лидер два раза отклонял его к кандидатуру. Молдавия выступила в Новый год без правительства на фоне глубочайшего политического кризиса. Между лидерами правящего альянса опять произошел конфликт. Проевропейская коалиция окончательно развалилась, экономика перестала работать. И вот результат. Недовольные люди на улице. Для вашего удобства мы оставим трансляцию происходящего в Кишиневе в правом нижнем углу экранов. Как только сможем связаться с этим спутником, я думаю, что это произойдет в ближайшее время. И вот теперь исторический ракурс. Некоторые кишиневские аналитики говорят, что начинается сейчас в Молдове. Это очень похоже на твиттерную революцию. Она произошла там в 2009 году. Тогда этот переворот привел к полной смене политического курса страны. Теперь происходит то же самое, по крайней мере, по масштабам. Но сегодня здесь как бы цветная революция наоборот. Если тогда речь шла о переориентации Кишинева в сторону Румынии и США, то сегодня люди на площади говорят о сближении с Москвой. Но посмотрите, по схеме все точно так же. В 2009 году акция начиналась в центре города, как весьма немногочисленная. Все, как и сегодня. Количество собравшихся росло к вечеру. Они направлялись к административным зданиям. Ничего не предпринимали. Вот их уже 20 тысяч, потом 100. Выступления со сцены весьма конструктивны, без призывов к насилию. В толпе сначала больше всего молодых лиц, потом приходят и люди зрелого возраста. Погода теплая и на ночь никто не расходится. А теперь посмотрим на лозунги. Тогда люди тоже требовали смены руководства государства. Правда и уважение к себе так, по крайней мере, было поначалу. Да, кошмарно низкий уровень жизни, существование за счет трудовых мигрантов, их возмущали тоже. К сожалению, уже на второй день это вылилось просто в отрицание молдавской государственности. Сегодня же собравшиеся на площади выступают как раз за восстановление этой самой государственности и возвращение национальной гордости. Так что лозунги почти одинаковые. Справедливость, равенство братства на этот раз с Россией. Да, уже на второй день митингующие стали вести себя тогда агрессивно. Они бросали камни, бутылки с зажигательной смесью в сторону полиции, защищавшие административное здание. Тогда аналитики подозревали, что это требуют провокаторы, которые приехали в большом количестве из румынских вузов. Но не в молдавском характере избивать своего ближнего. Похоже, теперь до рукоприкладства все-таки не дойдет. Хотя бы потому, что сегодня на улице как раз сторонники тех, кого изгоняли из правительственных зданий в 2009 году. И вот самое страшное сожженное здание правительства президентского дворца 7 лет назад. Из них изгнали избранное демократическим путем руководство страны. Его потом не смогут переизбрать несколько лет к ряду. И Молдавия практически в ручном режиме будут управлять из американского посольства. Так говорили тогдашние политики. Сегодняшняя акция возможно шанс переломить ситуацию. И будем надеяться без насилия вернуть хотя бы тот уровень жизни, который был до твиттерной революции в Молдове.